Пожалуй, 90% новичков совершают эту ошибку своей импровизацией. Я сейчас немножко поимпровизирую в этом стиле, а вы подумайте, что я делаю не так. Потом я вам расскажу об этом, хотя наверняка вы и сами уже догадаетесь. И вот как это может звучать. Ну что ж, я думаю, большинство и так понял, что главная ошибка здесь это топорная ритмика. Сегодня я расскажу вам, как эту ритмику разнообразить, сделать ее интересней и привлекательней. Ну а с этим умением абсолютно любое ваше соло выйдет на новый уровень. Я покажу вам гамму, о которой знает не так уж много людей. И дальше покажу вам, как с ней можно работать, как ее использовать, что с ней можно делать. Таким образом вы получите полноценное упражнение для отработки ритма. Ну а прежде чем мы перейдем к уроку, у меня есть подарок для тех, кто хочет еще прокачать свою импровизацию. По ссылке и QR-коду вы сможете получить абсолютно бесплатный мини-курс «Как улучшить свой урок-импровизацию» всего за 45 минут. В нем вы узнаете еще пару классных приемов для того, чтобы разнообразить вашу сольную игру. Мы открываем доступ к этому мини-курсу всего лишь раз в году, поэтому проходите, знакомьтесь. Ну а мы давайте перейдем, собственно, к нашему уроку. Итак, друзья, в самом начале видео я вам сказал, что часто мы играем довольно топорной ритмикой, то есть используя просто то, что называется восьмые ноты. Сейчас подробнее расскажу о них. То есть просто играем. Когда у нас идет речь про блюз-рок, классик-рок, импровизацию, очень часто используются пульсации шестнадцатыми, так называемыми. О ней я тоже чуть подробнее расскажу. И, соответственно, вот в этом видосе мы будем и прокачивать эту пульсацию шестнадцатыми, потому что чаще всего гитаристы просто боятся ими играть. Во-первых, это кажется им немножко быстроватым. Во-вторых, они не знают, куда, собственно, тычить, если говорить грубо. И, в-третьих, не очень понятно, по каким аппликатурам, повторю, вот этот глагол «тычить». Соответственно, здесь мы с вами разберемся и с аппликатурами, в которых удобно развивать эту ритмику. И разберемся, собственно, с самой ритмикой. И, в общем, закроем все эти вопросы. Итак, друзья, для начала, как и обещал, покажу вам ту гамму, с которой мы, соответственно, будем работать. На протяжении десяти лет уже практически существования первого лада я показывал вам много раз так называемую трехоктавную пентатонику или также она называется диагональная. Сегодня я покажу вам ее аппликатуру с блюзовой нотой. Ну, для начала, что такое пентатоника? Это одна из часто используемых гамм в блюзе, блюзроке, в роке. Я думаю, многие из вас ее знают. Также, когда мы начинаем играть на гитаре, мы знаем следующие пентатоники, так называемые вертикальные пентатоники с шестой до первой струны в одной позиции. Так называемые диагональные или трехоктавные пентатоники идут вдоль, так сказать, вашего грифа. То есть они начинаются здесь, заканчиваются здесь, соответственно, это очень напоминает диагональ. Также этими гаммами пользуются все абсолютно гитаристы в любом жанре. Это обязательное средство, обязательная гамма к изучению. И в этом уроке мы, мало того, что сыграем эту диагональную пентатонику еще раз, мы добавим к ней блюзовую ноту. А что такое блюзовая нота? Это та нота, которая добавляется у нас в пентатонике между четвертой ступенью и пятой ступенью. Естественно, я покажу вам аппликатуру. Вот у вас четвертая ступень, пятая ступень, вот блюзовая нота. Она же называется Blue Note. В общем, грустная нота, как вам больше нравится. Что дает эта нота? Она дает такое более диссонансное звучание, но в хорошем смысле диссонансное. Итак, какова наша аппликатура? Мы начинаем с шестой струны и играем ноту на тон ниже. То есть мы начинаем не с самой ноты, а с ноты соль. Дальше мы играем в очень важный элемент. Слайд указательным пальцем от третьего лада до пятого. А затем, собственно, играем блюзовую ноту и следующую за ней. Вот у вас эта гамма в одной октаве. А теперь сыграем эту гамму на октаву выше. Видите, у вас получается по пальцам аппликатура такая же. Указательный третий. Далее слайд указательным. И приходите в ноту ми на октаву выше. И делаем третью октаву. То есть вот вы здесь остановились на третьем пальце. Далее переходите указательным пальцем в позицию номер 8. Играете две ноты соль-ля. Соответственно, 8-10. А затем также указательным пальцем. Делаете слайд от 8 до 10. Лада, блюзовая нота. Вот она теперь здесь. И нота ми октавы выше. Итак, вот у вас первая октава. Вторая. Третья. И, соответственно, после того, как вы это сыграете, сыграйте ее обязательно вниз. То есть там, где вы делали слайд указательным пальцем вверх по звуковой высотности, соответственно, теперь вы делаете его вниз. Как я настоятельно рекомендую изучать. Вообще, в принципе, любую гамму. Эта гамма не является исключением. Я рекомендую играть это все под метроном. Как шестнадцатыми, так и триолями. С восьмыми нотами все понятно. Вы с них можете начать. Если кто не понимает, что такое восьмые, триоли и шестнадцатые ноты. Восьмые ноты, это когда у вас в один бит метронома две ноты. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Триоли, когда у вас на один бит метронома три ноты. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Во времена моей юности их так рекомендовали запоминать. Пи-ва, пи-ва, это восьмые. Триоли, водочка, водочка, водочка. Соответственно, шестнадцатые вы можете сделать так. В два раза чаще пиво. Пиво, 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 пиво. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так-а-так-а-так-а-так. Как это звучит? Видите, я делаю акцент на каждую первую ноту. Таким образом вы и понимаете, в какую я играю пульсацию. Итак, восьмими, шестнадцатыми и триолями. И как эта гамма будет звучать? Допустим, шестнадцатыми. То есть, смотрите, гамма шестнадцатыми будет у вас звучать следующим образом. Так-а-так-а-так-а-так-а. И обратно. Триолями. Водочка, водочка. Это был темп 60 bpm. Соответственно, когда вы тренируете такие штуки, здесь не надо наращивать скорость. Здесь важно, в принципе, почувствовать эту пульсацию, ритмику, как вам будет угодно. То есть, если это темп 50, пускай будет темп 50. Повторюсь, здесь мы не занимаемся наращиванием скорости. Для этого есть другие штуки. И после того, как вы хорошенечко отработаете эту гамму, мы можем начать заниматься вот этим ритмическим упражнением, которое, соответственно, я и вам здесь проповедую. Итак, мы начинаем вот с этой ноты пентатоники. Третий лад шестой струны. И играем такую вот ритмическую фразу просто вверх по вот этой гамме. Трехоктавной пентатоники с блюзовой нотой. Она будет звучать так. Та-ка-та-ка-та-ка-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- быть очень простой используйте те ноты и фразы пентатоники которые вы уже знаете либо можете играть что-то наугад то есть допустим что-то такое то есть у вас есть обязательная программа вот эта первая фраза и вариант для вашей импровизации опять же вы будете ее таким образом прокачивать некий такой ответ итак давайте послушаем как это может звучать под бэкинг трек вот сама эта фраза вопрос хорошенечко и отработайте и затем повисните на последней ноте приготовьтесь и сыграйте ответ и четыре еще раз сменю фразу и давайте закрепим то есть видите здесь здорово это звучит на контрасте я довольно шустро сюда подъехал и сыграл ответ вполне себе разряженный главное не глушить эту ноту пускай она у вас гудит таким образом у вас мысль вашей гитарной не прерывается возможно под этот бэкинг трек вам покажется играть это быстровато но что вам поможет здесь вот этот слайд он помогает вам сыграть соответственно быстрее плюс вы всегда можете добавить легатные приемы и это очень здорово сочетается с тем видео которое мы выпустили недавно как играть быстрее мы ссылку дадим в описании и вы обязательно посмотрите то есть я вот эту ноту я просто играю хэмероном и это позволяет вам естественно сыграть это быстрее ну и дальше понятно вот но перед тем как мы продолжим хочется заметить что как вы видите рок-импровизация довольно сложная штука в ней есть довольно много нюансов поэтому напоминаю вам про тот мини курс в котором говорил вступление qr-код у вас сейчас на экране и ссылка в описании этого ролика в этом мини курсе вы узнаете какую ноту можно добавить ваши соло чтобы сделать их более мелодичными как я и говорил мы открываем этот мини курс раз в год в преддверии начала набора на наш рок-марафон задача этого марафона чтобы вы научились импровизировать с нуля под абсолютно любой бэкинг трек в любой тональность а также на протяжении всего этого урок марафона я лично проверяю ваши домашние задания будто мы с вами занимаемся на гитаре вживую последний рок-марафон был год назад следующего ждать точно совершенно не меньше поэтому следите за новостями а мы продолжим что мы делаем дальше мы вот эту же фразу так а так а так а то играем от следующий вверх ноты нашей гаммы пентатоники от ноты ля то есть игра папа 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 дохожу вот до этой ноты опять же здесь вы можете последнюю ноту сыграть легатно и то же самое играю ответ играйте ответ там где вы собственно очутились той позиции что мы делаем дальше играем нашу гамму от следующей ноты пентатоники вверх соответственно это 3 лад пятой струны но то до видите теперь вы оказались здесь и то же самое играем ответ эти фразы звучат возможно немного однообразно но наша цель здесь не получить какое-то невероятное разнообразие а приучить себя соответственно играть вот этими вот шестнадцатыми и здесь нам это довольно просто потому что мы собственно все эти первые фразы играем просто в сильную долю то есть в 1 2 3 4 та 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 и потом играете ответ тот который вы умеете пойдем дальше и потом я объединю несколько этих примеров играем от следующей ноты пентатоники вверх то есть можно сказать что мы играем такую некую секвенцию чтобы секвенция когда вы играете некую идею каждый раз либо поднимаясь либо опускаясь на одну ноту гаммы любой пентатоники или нет вот мы сначала эту ноту сыграли потом ответы ответы от этой так далее мы идем все выше 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 соответственно здесь что можно здесь сказать что вы можете расположить попробовать несколько последних нот пентатоники так как вам больше нравиться допустим не останавливаться здесь а вернуться на шаг назад такая фраза получается а могу играть это легатно и то же самое я играю некий ответ опять же вы можете использовать трехоктавную пентатонику уже без блюзовые ноты тоже мы дадим ссылку на этот урок в описании таким образом она допустим здесь она получается вот то есть каждый раз вы поднимаетесь на ноту вверх можем ли мы начать с блюзовые ноты здесь ведь она довольно сама по себе жесткая но в контексте такой шустрой игры она тоже прозвучит хорошо то есть все что вам надо это вот эта ритмика тапа 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 и таким образом вот мы фактически уже когда мы начинаем играть от этой ноты мы все то же самое делаем на октаву выше и уже используя всю то же самое пентатонику вы понимаете что сделать соответственно когда вы допустим я пропущу несколько звеньев элементов здесь чтобы не загружать этот урок вот допустим я начинаю уже здесь я ощутился во второй позиции пентатоники играю тот ответ который умею здесь используя четыритоновые бенды другие элементы и так далее и соответственно вы поднимаетесь до того момента пока у вас гамма не кончится и отсюда здесь вы допустим оказываетесь уже в третьей позиции пентатоники ну друзья позиции пентатоники уже здесь если вы смотрите это видео и хорошо знать хотя бы три первых еще раз используйте бенды вибра ты все что делает блюз роковую роковую импровизацию такой как мы ее любим и знаю и что вам это дает во первых сыграв эту гамму от каждой ступени у вас уже наработается моторика соответственно играть ее не от тех ноут которые вам удобно от тех ноут от которых вы в дальнейшем захотите естественно у вас будут какие-то уже любимые пассажи вы будете использовать не все вот эти фразы которые вы здесь можете выработать но какие-то у вас запомнится в руках в голове в ушах то что вам понравится вот и будете соответственно это использовать ваших соло и как я искал этот ключевой момент что вы та 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 научитесь уже базовое слышать вот эти шестнадцатые просто делайте это упражнение и не задумывайтесь как она вообще принципе работает у вас все сработает там поверьте главное посвятить этому такое ощутимое время во первых вам надо учить эту гамму вторых сыграть ее шестнадцатыми дальше уже это все проработать как упражнение и это еще не все естественно я покажу вам сейчас чуть попозже как это может звучать сначала как это будет звучать в таком учебном варианте а потом как вы можете использовать это в своих импровизациях и не забывайте что вы сейчас вот сыграли все вверх а мы же можем все сыграть вниз начиная с этой вот ноты то же самое играя допустим и ответ вопрос то 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 можете смещаться в первую позицию на ответе как вам угодно опять же с блюзовой ноты здесь и так далее то есть не забывайте сначала сыграть все вверх и соответственно потом сыграть это все вниз проработав таким образом все от начала до конца не линяясь и действительно сделав так как я вам это предлагаю вы увидите результат поверьте мне ну давайте сейчас я включу бэкинг трек и просто поиграю не обязательно начиная от первой вот этой ноты который мы начали давайте я начну повыше просто буду подряд играть на вот эти фразы чтобы вы представляли как будет звучать ваше занятие начну вот с этой ноты до она мне нравится а следующий нот ну а а а а а давайте пару элементов сверху вниз вот друзья примерно так должны выглядеть ваши занятия по импровизации чтобы проработать вот этот элемент который я вам собственно и говорил что же друзья и как всегда настал момент нашего кодового слова посередине выпуска и если вы напишите в комментариях это говорит нам о том что вы смотрите наши видосы и они приносят вам пользу нам это приятно когда мы играем подобного рода посажем не такие штучки напоминают такой горох в хорошем смысле этого слова пишите горох в комментариях мы увидим что вы смотрите наши выпуски и вас радуемся а теперь давайте я немножечко по импровизирую и соответственно в рамках вот это вот импровизации вы сразу узнаете и услышите вот те самые ходы о которых мы и говорили на протяжении всего этого урока естественно друзья надо понимать что за 10 минут у вас не получится подобные штуки выстраивать нужно прикидывать все сочинять и так далее но поверьте результат того стоит поехали а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok